И так, рад вас приветствовать. Мы с вами. Спасибо большое. На самом деле, не смешно, а очень приятно, потому что выражение уважения, выразить уважение к человеку сейчас, в наше время, почему-то считается стыдным в молодежном обществе. То есть, когда кто-то относится к кому-то уважительно, то его за это могут высмеять. Это очень странно. Ну, в принципе, такое очень детское отношение, да, то есть, похожее на отношение к искренним чувствам. Когда человек выражает искренние чувства, то тоже над ним многим прикалываются, издеваются, потому что, на самом деле, сами часто не способны на искренность и защищаются вот этими вот колкостями, защищаются вот этих чувств самих себе. Вот. Мы делители в тесто, а мы наконец-то. Вот. А вот, на самом деле, очень приятно выражение уважения, то, что вы, в каком-то смысле, имеете какую-то такую патриархальную, интеллигентскую закваску, вот, которую еще в школе вам вложили. Так что, спасибо большое. Сегодня мы с вами будем говорить о алгоритмических вещах. И начнем мы с той вещи, которая была сегодня в работе, но не была озвучена, как это делать. Я своей группе говорил, вы как бы приблизьте функцию, просто приблизьте. Задача поиска корней функции. Вообще эта задача не тривиальная. Ну, например, если я скажу найти все корни вот такой вот функции. Копотекс равно единица разделить на синус х. Ну, а нет, неправильно. Это тривиально. В аудиократе нет только точки, в которых она существует. А вот если я напишу синус единица разделить на х, то вот это очень забавно выглядит. Дело в том, что когда х большое, это дело стремится к нулю. Ну и функция, собственно, стремится к нулю и плавно. Поэтому нуля не достигает, только в бесконечности. Я сейчас в правой полуклоскости рассматриваю это дело. Так вот, а при стремлении х к нулю, плюс нулю со стороны положительных чисел, у нас возникает что? Единица разделить на х стремится к плюс бесконечности. То есть синус совершает там колебания и это вот... То есть все это вот в коридоре от плюс-минус единицы существует. Вот дойти все корни, это звучит очень смешно, да? Потому что корней в промежутке 0 и 1, да? В промежутке от нуля до и велички, корней у нее бесконечно много. И какой маленькую окрестность вы не берите, там бесконечно много корней. Вот поэтому тут... Да и вообще, корни у функции не факт, что есть. Да и где их искать? То есть если вам функцию задали таблично, то есть поточечно, то вам может казаться, что у нее нет корней на вот этот промежуток. Да, вот так вот, нет корней. Ну потому что видно, как она должна выглядеть. Ну функция примерно должна вести себя вот так. А нет! А на самом деле функция эта ведет себя как-нибудь вот так вот. Вот эти точечки. Ну просто вам повезло как-то вот, или специально подгадал человек, да? Что вот функция... Или у нее там куча корней. Функция свободна в своих значениях. Более того, я вам сейчас рисую непрерывные функции. А ничто не мешает функции быть... Вот, ну вот, как она была, да? Вот от А до В. Но в какой-то точке она выколотна и имеет значение равное нулю. Вот вам корень. И вы его никаким перебором не найдете. Никак вот вы его вот... Не попадете в него точечно. Понимаете? Поэтому... Что надо делать? Нам надо как-то ограничиться и сказать, ну, давайте работать, например, в классе непрерывных функций. В непрерывных функциях будем искать форму. Ну и второе, надо опереться на математику. Информатика без математики ничего не может. Абсолютно. Поэтому вы математику учите, и матан, и дискретную математику. Если она у вас... Если нет, то учите ее дополнительно. Ну вот, в математике есть такая лемма о промежуточных значениях. Вам рассказывали? Непрерывные функции вводили, непрерывные функции. А лемма непрерывных значений... О промежуточных значениях непрерывных функций. Ну вот, соответственно, у нас есть А. Я кратко повторю. Ф от А, Ф от В. Если в точке А функция принимает значение Ф от А, в точке В, Ф от В, то это значит, что на промежутке от А до В, ну я промежуток делаю, не интервал, а промежуток, функция, хочет она или не хочет, а вынуждена принимать все вот эти промежуточные значения. Как минимум. Я могу это так сказать. Если у нас вот здесь вот граница, да, какая-то констатка вкладок, то непрерывная функция, это как веревка. Ты ее как угодно не пробрасывай, да, но если она идет из этой точки вот в эту, то она обязательно границу пересекает. Понимаете, да? То есть, если я вот непрерывно вот так, 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 как не крутить, где-то как минимум один раз, а то и три раза, то правда может быть, что и два раза, например, вот так вот она коснулся, да? То есть, тут могут быть разные варианты, но минимум один раз там есть такое значение. Частный случай леммы о промежуточных значениях состоит в следующем. У функции, которая знакопеременно на интервале, знакопеременно, то есть f от а умножить на f от b меньше нуля, она знакопеременно. Ну, вот так или наоборот. Обязательно есть как минимум один хорь. Как минимум один хорь у непрерывной функции. Значит, это знакопеременная, второе непрерывная. И если знакопеременность непрерывная, она ab. Знакопеременность мы можем проверить просто вычислительно, взяли, посчитали, проверили, в том же питоне, то непрерывность доказывается, исходя из математики внешнего вида функции. То есть, вы на нее смотрите, да? Говорите, а, ну это полином или что-то там такое, да? Ну, она непрерывная. Точка разрыва неф. Исследуйте ее. Если она непрерывная и знакопеременная, корень есть. И существует стандартный алгоритм поиска корня, который работает железобетонным. Называется бисекция. Бисекция. Или поиск корня методом деления пополам. Смысл его состоит в следующем. Возьмем и ударим посередине. То есть, вычистим некоторое значение С, которое у меня равно А плюс В пополам. После чего я беру и вычисляю значение Ф от С. Ф от С. Давайте, чтобы это было опять же, потому что он в форме. Я сейчас пока не ладынку пишу, а так, ну, право. Ф от С равно Ф от С. Ну, собственно, вычислить. Где? Ну, она, естественно, окажется либо больше нуля, либо меньше нуля, либо равна нулю. Третьего не дано. Четвертого не дано. Если она равна нулю, то мы празднуем победу корень на. Если за нас считает хотя бы один корень на это. Ура! Корень на 1. Если она... Ну, мало ли раньше? Если она больше нуля, то, ну, казалось бы, радости мало. А нет. Дело в том, что начальный промежуток АВ является первым приближением к поиску корня. То есть это уже первое приближение. Да, я могу как-то себе сказать А1, В1. Да? Первый шажок. Почему? Потому что это означает, что, собственно, корень и находится посерединке их, да, А1 плюс В1 пополам, да, плюс-минус эпсила. Где вот это эпсила, это половинка этого промежутка. То есть у меня границы запирают корень. А я вычислил, да, и у меня вдруг оказалось, что f от с больше нуля. Ничего страшного, тогда у меня а с, да, если у меня вдруг f от с, да, умножить на f от а, ну, я тоже буду как бы сохранять, да, f от с умножить на f от а оказалось меньше нуля, то тогда я говорю, хорошо, тогда этот, собственно, а1, b2, то есть второе приближение, да, формируется из чего? Из а1 и вот этого промежуточного срединного значения. цена. Понятно, да? То есть я фактически что могу сказать? Что на следующей операции у меня c должно играть роль b. Я говорю, b, собственно, это новая b, это c, а а не меняется, поэтому я его просто не меняю. Ну и еще, чтобы не было лишних вычислений функции, ну, функция, может быть, там, требует арифметических вычислений, я не хочу лишних вычислений. Я скажу так, что f от, этот самый, f от а, равно, f от b, прошу прощения, f от b равно этот самый fc. Хотя это не суть важная, на самом деле. В принципе, это не суть важная, потому что он не поменяется. То есть вот это для ума выписан. Линия. Меня же интересует знак. Ну, правда, меня интересует вот этот все-таки случай равно нулю. Ну, хорошо бы его как-то отсидеть, но я его сейчас в самый конец отброшу. Вот. Так, что еще? Да? Элиф. Иначе, если, соответственно, fc умножить на f a больше нуля, в этом случае a равно c, а b остается прежним. Да, я могу так в комментарии написать, да, a равно a. Да, а здесь в комментарии a b при этом равно b по прежнему. Старно. Ну, и совсем иначе, если вдруг у меня случилось таким, f от c равно нулю, да, то есть, ну, ни то, ни нулю не сработало, не тот, ни тот, ни знака перемены, только они говорят, что f от c равно нулю. В этом случае я что делаю? Я делаю прерывание выхода из цикла. Мне осталось только оформить вот это все дело в цикл и понять, когда этот процесс заканчивать, потому что процесс очевидно бесконечный. Ясно, да? Можно сколько угодно уменьшать этот интервал, а тут есть некоторая тонкость. Числа там разные, не вещественные на самом деле. Это числа с плавающей точкой с конечной точностью. Да, количество двоечных знаков после запятой, конечной. Да, если это числа, а? То есть рациональные числа. Ну, рациональные. Ну, так тем более хуже еще делать, да? Бесконечно будем долбиться. Ну, это прям вот зацепится, пока память под хранение рационального числа не кончится. Потому что числа-то будут удлиняться, да? Числитель и знаменатель. В общем, делать плохо. Надо заканчивать. Когда? Так вот, численные алгоритмы заканчиваются тогда, когда достигается необходимая точность. То есть мы должны смириться с тем, что точного решения мы никогда не получим. Ну, вы же смирились с тем, что вы не знаете двадцатого знака числа Пи. Или кто-то знает. Я знаю присказку, которая мне помогает взять нам до двенадцатого знака. Это я знаю и помню прекрасно, Пи многие знаки мне лишние напрасно. Каждое слово длины соответствующей цифры. Есть там еще подлиннее такие стишки. Кто-то знает там двадцатого знака. Но это не надо знать, понимаете? То есть есть такое понимание просто, что три четырнадцать это мало, да и три четырнадцать пятнадцать маловато, да? И нужно немножко там подальше так знать, да? Ну, там числа Е вы тоже знаете, да? Ну, ладно. Короче говоря, нужно просто вовремя ограничиться. Эту точность мы должны каким-то образом задать до начала движения. Соответственно, она у меня, вот эта эпсилон требуемая, да, будет сравниваться с тем, что два эпсилона, мне требуется найти, собственно, этот самый х ноль, да, плюс-минус эпсилон, чтобы корень попадал вот в это дело. Значит, я могу зажать его интервалом, ширина которого равна два требуемых эпсилона, да? То есть я продолжаю все это дело пока, доколе, да то ли пока у меня B, ну, я могу, так сказать, мало ли, вдруг мне B и A перепутали в местах, мне для алгоритма это все равно, поэтому я напишу эпс модуль от B в A, пока модуль разницы между преграницами промежутка больше, чем эпс, ну, так переменную я назову, да, умножить как-то. А все то, что я описал, это содержимое, собственно, в цикле. Ну, все лишнее можно убрать. Вот это прояснение. Вот и остается, по сути, самое удовлетворение. Ну, F от A и F от B надо вычислить, естественно, заранее. Вот здесь, вот, да, F A надо бы вычислить, да, F от A, F B, начальное, вычислить F от B. По сути, их знаки на самом деле, даже не сами их значения функции, а их знаки. Вот. Все, вот такой вот поиск. Соответственно, для монотонной функции корень точно один, в этом нет проблемы, да, для монотонной функции все еще лучше. Если она у нас строго возрастающая или строго убывающая. Там все прекрасно. Возникает вопрос, можно ли вот это дело использовать для поиска информации в дискретно-заданные функции, ну, или прямо скажем, в списке. То есть, вот у меня есть список чисел. Можно ли так искать вот так быстро? Дело в том, что поиск в списке это как поиск в строке. Помните, да, мы занимались наивным поиском под строке? Ну, и поиск, собственно, в массиве, ну, попроще, там нет вот этого в длину, да, то есть, под строки нет длины, нет под строки. Есть одно число, которое просто требуется найти. Но это все равно линейный перебор. То есть, количество операций, да, поиск в списке, как выглядит? Побежали, 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 побежали по списку и ищем. Количество операций, значит, наивный поиск, наивный поиск дает нам скорость при длине m. Ну, вы скажете, что если я нашел раньше, чем последнее число, ну, я вам скажу, что это не суть важно, в среднем m пополам. Ну, а для математиков, для алгоритмистов, да, все равно это порядка O большое от n. То есть, ну, с неким O большое поделили уже? Нет. Введут. O большое и O малое намотание вам введут. Ну, это стандартное обозначение. Это значит, что для любого, то есть, если я на разных данных с разной длиной списка экспериментирую, на разных списках абсолютно, что время работы алгоритма меньше либо равно, чем некоторое число умножить на количество элементов в списке. То есть, не более, чем пропорционально n. Вот. Ну, введут более точные, я не буду рассказывать. Ну, просто обозначить, вот n. То есть, n операций нужно, например, умножить на 2 или поделить пополам. Не суть важна. Но главное, что не n квадрат, не логарифм n, а именно линейное зависит. Длиннее список, больше операций поиска. Можно ли искать быстрее? Вот ответ нет. Откуда мы знаем, в каком именно элементе встретится значение? До последнего элемента нет. И вот на каком... Как мы будем перебирать? Ну, как угодно. Тем не менее, когда вы ищете слово в бумажном словаре, умеете и умеете искать слова в бумажном словаре. Но оказалось, что люди некоторые не умеют транслейт, и все. Так вот, вы как-то быстрее ищете. Хотя слов там может быть несколько десятков тысяч. Ну, или по крайней мере, несколько тысяч. Почему? Потому что у нас слова упорядочены. То есть, если список упорядочен, но, да, если список упорядочен, упорядочен, то мы можем осуществить быстрый способ. Как мы это делаем? Открываем словарь в середине. Да, смотрим. Сравниваем искомое слово с тем словом, которое мы там видим. И если это слово оказывается больше, чем наше слово, то мы, соответственно, ищем, открываем середину между тем, я сейчас специально делаю аналог, да, открываем середину между тем местом, где мы открыли, и началом. Или тем местом, где открыли, и концом. И потом нам нужно только контролировать верхнюю и нижнюю границы, и в результате все сойдется к конкретной странице, и даже на этой странице мы еще можем продолжать, по сути, бисекцию. То есть, понятно, да, что эта логика должна работать в упорядоченном массиве, и мы это слово найдем. Правда, бывает в таком английском словаре, что несколько раз слово написано. Раз, два, три, там несколько значений, и вот оно несколько раз встречается. То есть, массив может быть у нас, как бы, например, неубывающий, то есть, он возрастающий, но ситуация такая, что у него какие-то значения могут проходиться несколько раз. Да, то есть, раз, два, да. Да, вот, раз, два, назначение проходится. А то и три. То есть, у меня искомое положение числа, это вещь такая, я бы сказал, что есть и левая граница среди равных этому числу. Ну и, соответственно, правая граница. Ясно, да, логика? Вот, если он упорядочен, то вопрос, какое же время в этом случае требуется? Давайте оцениваем. По сути, количество сравнений, количество вот этих итераций, да, то есть, сравниваем, и тут же ясно, куда переходить. Вот. Длина n, да, пополам, n пополам, да, еще раз n пополам, еще раз n пополам, и вот это количество пополамов, пока не настигаем одного, равно количеству итераций. Если обратное это дело посчитать, да, например, за три итерации, какой массив я покрываю, это означает, что у меня там, ну, это там, 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 не совсем это пропорционально, можно чуть-чуть там по степеням двоечки, минус один выводить. Ну, в общем, смысл в том, что получается у вас 2 в степени n. Ну, или количество операций, при длине n пропорционально логарифму по основанию 2 от n. Ну, с точностью до до округления бы целой части, и так повезло, r же разное. Но, в общем, в целом, о от логарифм по основанию 2 от n. А поскольку логарифм по основанию 2 или по любому другому основанию, в принципе, пропорциональны друг к другу с точки зрения от обнажения на множики, а то большое не зависит от того, какой там множики, по сути, то можно не писать основание 2, но обычно я пишу. Я, кстати, хочу сказать по поводу медленности питона. Может быть, кому-то уже сказали, о-о-о, да питон медленный, а си быстрый, вот тут си учат. Да, а вы там, питон медленный ваш. Ну, во-первых, вы можете сказать, что мы зато графики рисуем, вот, и у нас там строки легко обрабатываются, а у вас трудно. Вот. Но вы си-то не ругайте, на самом деле, он для своих целей хороший мысль, для своих целей. Но самое главное, когда вы создаете программу, вы должны думать не о том, насколько быстро инструкцию у вас обрабатывают, а о ассистотике алгоритма. То есть, когда у вас скорость программы различается в два раза, в десять раз, да, ну иногда достигают, что питоновская программа работает в десять раз медленнее, чем аналогичная программа на си. Это что? Значит, что питону пользоваться нельзя? Ну, там, чаще это в пять, в шесть раз. То есть, си просто прям рвет по скорости. Что не будем пользоваться питоном. Так? Дело в том, что на питоне легче, легче создавать программу на порядке. Но смысл в том, что это не будет играть никакой решающей роли. Когда вам придется так, то есть, как в программе на си, так и в программе на питоне, в научных вычислениях возникает такой вот закономерный шаг. Ну, хорошо, да, вы сделали, приходите, научный руководитель говорит, вам нужно сделать, например, поиск значения в списке, да, чтобы он отрабатывал, быстро искал значения, да, и вам нужно это сделать на выборке, списке из ста элементов. Ну, мы сколипали. Вот, он ищет, вы проверили, работает быстро, на си работает, все замечательно. Ну, или на питоне, неважно. А потом, ну, что говорит, говорит, ну, хорошо, молодец, а теперь давай-ка вот тебе миллион чисел, или миллиард, ну, или какой-нибудь реальный, там, губиолог, геном какой-нибудь, ДНК такая, и по ней давай сейчас вот искать какой-нибудь регулярный образжитель, какой-нибудь эти кадоны, как они находятся. Ну, в общем, когда происходит масштабирование задачи в сто раз, в миллион раз, то возникает существенная проблема, связанная именно с асимптотикой, крышкой. Понятно? То есть, неважно, как она в принципе, там, насколько долго, а важно, как, если в 10 раз задача сложнее, то насколько ваш алгоритм становится сложнее. Вот, вот эта асимптотика существенно важна. Но сейчас мы не будем слишком много времени про это говорить, я буду показывать это на разных алгоритмах сортировки, хотя сегодня первый такой убойный алгоритм мы с вами увидим. Суть этой асимптотики понятна, да? Ну, и графики рисуют вот такие. Вот это масштаб задачи, n. Ну, для поиска числа в списке это количество алиментов в списке. А здесь пишем количество операций, необходимых для выполнения алгоритмов. n. Ну, и соответственно, линейные алгоритмы у тебя вот так, вот так, вот так, да? Бывает асимптотика там, логарифмическая, это хорошая асимптотика очень, потому что она так очень, очень, логарифм такая быстро убывающая функция, на порядок лучше, на много. Например, 1024 по основанию 2, это 10. За 10 операций. А этот алгоритм будет 1024. А если дальше пойти, да, 1024 в квадрате, это порядка уже, там, больше миллиона, да? То есть, длиннее, больше миллиона операций, долгая, а здесь сколько? 20. Понятно, да? 2 в степени 20, 20 операций. Согласитесь, да, миллион операций или 20 операций, вот это разница существенная. Да? Или там, следующая, миллиард операций или 30 операций. Ясно. Логика, да? То есть, логарифм это намного лучше, чем линейная. Но правда, бывает такая ситуация, когда линейный алгоритм нельзя реализовать, задача не решается линейно, и приходится работать с, так называемой квадратичной асимптотикой, типа там и квадратная. Или вот алгоритм, который за О от Н в кубера. И стараются понизить, как-то вот найти оптимальный алгоритм, который имеет не такую страшную асимптотику, да, и там поменьше. Но правда, бывает еще хуже, и вот сегодня я вам покажу алгоритм, который работает совсем забавно. Итак, давайте первое, реализуем бисекцию в массиве на левой доске. Но я это делал с отру, чтобы она поместилась. Это вы делали задачу сюда в трезисах, то есть тесты, которые проверяют. Тесты, которые проверяют, делал не я. Эти тесты взяты у Дениса Павловича Кириленко, а в трезисах загонял Алексей Сергеевич. третий на 545. Итак, поиск в упорядоченном списке. Ну, я сейчас буду считать, что он упорядочен по возрастанию. А равно ну, вы уже знаете, что существует стандартная функция сортировки, это от вас тайной не является, поэтому я вот так вот заложу, А равно сортик А. Он отсортирован. Точка. Как это произошло? Магия. Отсортирован. А теперь давайте, собственно, погоняем и напишем функцию, которая его ищет значение, чтобы этой функции потом пользоваться. Но, как я вам сказал, есть левый индекс вхождения и правый индекс вхождения. Давайте сделаем так. Вот у меня есть список. Соответственно, элемент имеет индекс 0, 1, 2, тра-та-та-та-та, да, n-1, где n длина массива, длина этого списка. Я буду говорить по искомом значении и искать его при помощи так называемого left barrier, да, left barrier, левый барьер, который будет указывать на минус 1 индекс. Не в минус 1, вы понимаете, да, что можно с конца доступаться к элементам, да, но это означает именно, что левый барьер. То есть, я не буду иметь право позвать, а от л. Понятно, да? И, соответственно, у меня есть r, которая равен n. И опять же, это значит, что там в а от r точно уже нет никакого элемента. Ну, не то, что нет элемента, но там точно нет искомого элемента. Соответственно, искомый элемент, если он и есть, то он находится где? в искомый элемент. Искомый элемент, да, если есть, да, то между r, l и r. Да? То есть, ну, не факт, что он принадлежит, так я не буду писать, что x принадлежит l, r. Ну, понятно, потому что речь идет про вот такой интервал индексов. Не элемент принадлежит, а это индексы, в которых мы будем лежать. Ну, я лучше уберу даже вот эти что-то, да? Это у нас а. Моя задача уменьшать вот этот диапазон. Что я буду делать? Я буду стрелять в середину. Ну, естественно, что стрелять в середину с делением не целочисленным я не могу, потому что индексы целочисленные, да, то есть я должен в какой-то из, да, то есть индекс начальный, минус 1 плюс 4 пополам, что получится? 3 пополам, вот надо что-то сделать, нет полуторного индекса, надо вот это округлить. Мы будем округлять в меньшую сторону, ну, то есть стандартным целочисленным делением косая-косая. Значит, это будет m, это будет m, которая равен l плюс m пополам на цех. Вот этот элемент, вот этот элемент может оказаться больше моего х, меньше или равен. И вот я сейчас специально откажусь от проверки равенства х. Я буду интересоваться ситуацией, что он у меня больше х. Я буду говорить, что в детстве этот m больше х. Итак, сейчас секундочку, до каких пор я это буду делать? А, да, и еще, а сжимать я буду до тех пор, пока у меня l минус r не окажется равным единичке. То есть, когда они указывают l и r указывают на соседний элемент. Прямо вот сжимаю. При этом, между l и r в каком, сейчас конкретизируем, в каком смысле. Итак, пока, так, когда я выставил l равно минус 1, r равно лен а, то есть, именно за границей указывают эти барьеры. Дальше. Пока r минус l или даже так, пока r больше l, пока r сейчас, секундочку, мне интересно не просто больше, а именно пока r больше l плюс 1, то есть, пока они не на соседний указаны. делать следующее. m равно l сейчас, секундочку, l кажется, правильно, l плюс r разделить на целом я сейчас открою, чтобы я точно нигде не ошибся, не было лишних заменов. перерыв 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 я вам выпишу, потому что точно не зашил. Отдыхаем. А лекция с Денина Санкт-Петербургом? Шестая? Нет. В прошлой лекции еще нет к зажиме. Нет. Я просто долго искал. Председняя другая должна быть? Она... Нет. Отдельная проблема? Окей. Почему? Как это? Как это? Как это? Я бы не сказала. Ваши слова. Что? В общем-то. Я сейчас семинар. Ну что? Есть специальные предотеки для преобразовабельных выражений. Азолитические выражения. Представляют члены, как они нужны. Сумну подгоняют и так далее. Есть. Есть такие вещи. Или аналитические выражения. Потому что вот... ...секции минимум. Я остановлю. ...сорка. Внимание, внимание. Давайте продолжим. Заселиться. Так. Заселиться. Итак, пока r больше, чем l плюс 1, делаем следующее. l плюс r пополам, после чего, если a, вот этого промежуточного элемента, оказался больше, чем ключик искомых значений, key, так назову его искомых значений, ключ. В этом случае я говорю, что правый, right, r, прошу прощения, но я уже начал r, будем записывать r, r равно m, а иначе l равно m. Итак, по окончании вот этого цикла, по окончании вот этого цикла, я считаю своим достижением, собственно, right. Ну и я сделаю так, я сейчас оформлю сразу это как функцию, return r, а вот здесь, соответственно, d. Итак, я нашел какую-то границу, какую-то, я утверждаю, что я нашел upper bound, то есть верхнюю границу или правую, upper bound, вот key искомых элемента и a. То есть моя функция потребляет искомых и, потребляет ссылку на список, да, дальше она сортирует его, чтобы поискать, хотя это в каком-то смысле лишняя операция, да, вы узнаете почему. Вот, потому что тогда не должно ускорение, ну, вот просто я делаю, чтобы гарантий, чтобы вы понимали, это требование, массив должен быть отсортирован, по возрастанию. И дальше что мы делаем? Почему это граница вверх? Смотрите, я еще раз говорю, не разбирается ситуация, так что он равен. То есть в else я попадаю когда? Когда a от вот этого промежуточного элемента, в который мы попали, в серединочке, да, оказывается меньше либо равен, чем key. Соответственно, что я точно знаю? Что правый элемент, правая, прошу прощения, правая граница, правая граница, правая граница, у меня элемент у правой границы больше, чем key, всегда. И у меня происходит вот такое вот сжатие. А вот левый элемент у меня всегда что? Меньше либо равен key. То есть у меня в итоге произойдет что? Они неминуемо у меня сближаются, пока не будут указывать буквально соседний элемент. То есть l и r у меня указывают на соседний элемент. Причем вот этот элемент, который вот тут вот, у меня a от r больше, чем ключик, а вот этот элемент у меня, а вот key, а вот i, у меня что-то, меньше либо равен, чем ключик. То есть очевидно, что если ключик в принципе встречается в этом массиве, если он вообще там есть, то очевидно, что, что вот l указывает на него. Но тем не менее, мне интересно, для работы внешней, интересно как раз правую границу. Потому что еще не факт, что вообще он там есть. Может быть у меня 1, 3, 5, 7, а я ищу 4, и просто этого элемента нет. То есть есть правильные значения, которые больше, которые меньше. Поэтому мне, зная правую границу, я легко уже спрошу, а в элементе левее кто? А потом есть еще один момент, вполне возможно, что у меня элементы массива. Сейчас просто посмотрю, вы должны поймите, почему именно вот так сейчас считается правильно сделать бисекцию в массиве. У меня значение 5, 6, 7, 8, а я ищу там значение 3. В этом случае у меня l равняется минус 1, да? r у меня вначале равняется чему? 1, 2, 3, 4, да? Я тыкаюсь в серединку, 4 минус 1 пополам. Что получается? 3 пополам. Элемент с индексом 1, то есть вот этот, да? 6, 6 больше, чем искомая тройка, да? Значит, я что? Я снижаю правую границу, ищу левее, да? r у меня указывает уже вот сюда. У меня остается диапазон какой? Ну, в один элемент фактически, да? Я стреляю посерединке, да? Пока еще r пробей, еще вот подальше указывает. Стреляем посерединке. Минус 1 плюс 1, это 0. Делим пополам на целое. 0. Стреляем в этот элемент, который мы сейчас видели, да? Чему он равен? Он равен 5. 5 больше, чем 3 искомая. Значит, что? r равно 0. оказывается, после чего алгоритм, слава богу, заканчивается, потому что 0 и минус 1 плюс 1, то есть 0 не больше нуля, и заканчивается, возвращается 0. Ну, логично, да? То есть у меня итоговая r, которая вот зажимается, да? Указывает на соседний элемент, на несуществующий. минус 1, да, дорогие, и на нулевой. И я не должен автоматически спрашивать, а, то есть вот вызвав эту функцию, да, там я задал какой-нибудь список, а равно, там, int от x, да, for x in input fleet. Так вот, я не должен автоматически брать и говорить, там, print, да, upper bound, вот, скажем так, print upper bound я могу сделать, но я не должен делать сразу попытку достать само значение а от upper bound, да, от, там, гребескомого значения кей, ну, сейчас, допустим, определено, да, этого а, да, минус 1. Ну, потому что может возникнуть вот такая ситуация, что upper bound вернул мне 0, да, то есть это фактически говорит мне что, что элемента, собственно, нет, да, то есть он левее, чем 0, но его там нет в списке, все элементы в списке оказались больше, чем он. И что в результате я в минус 1, ввожу в минус 1, он не вернет последний элемент из списка. То есть, ну, тут думать надо, да, и факт наличия элемента, но на самом деле upper bound точно так же пишется lower bound, только в этом случае нужно вот тут вот больше либо равно написать, и все. И мы можем, собственно, найти вот эти две границы. Если элемент там есть, то, соответственно, upper bound и lower bound указывают на итоговое возвращенное границы, промежутка среди равных значений, равных ключу. Я надеюсь, что вы посчитали, что все-таки бисекция это хорошо, и искать упорядоченное массиве это здорово. Поэтому хорошо бы научиться массиву, собственно, упорядочивать. Ну, давайте с этим разберемся, как же нам упорядочивать или сортировать массиву. Сортировка списка. Ну, я сейчас потрудно понимаю, что там однотипные значения. Итак, сортировка списка. Перед тем, как я расскажу вам про сортировку, я хочу вам сказать о том, как перемешать список. Для этого существует в модуле random функция from random, я ее заимпортирую. и импорт. Сейчас, секундочку. Забыл. Шафу. Шафу. Шафу называется. Шафу. Перетасовать. Ну, соответственно, ее просто можно вызывать, передавая ей в качестве параметра список, а она его тасует. Ну, более-менее прилично. Ну, и в связи с тем, что мы умеем перетасовывать массив, я хочу проверить, хочу организовать и проверить, что массив упорядочен. Я могу проверить, что массив упорядочен. Это операция, которая требует всего лишь n операций, пробежаться по списку, проверить факт упорядоченности. Мы ее будем считать, что умеем, мы ее точно умеем делать, да? Будем считать, что мы ее умеем делать. Из сортов. Я могу это сделать сейчас совсем тривиально. Но я это лучше в комментариях напишу. А что же я планирую сделать? Вот у меня есть список А. И я хочу, чтобы по окончании вот этой вот функции был создан, отсортирован этот самый список. Итак, называется monkey-sort. Monkey-sort. Или сортировка обезьян. Выглядит она в следующем образом. Пока пока нод из-сортед нод из-сортед А Ну, понятно, да? Пока А не отсортирован. Из-сортед функция, которая проверяет отсортированность А. Что делать? Шахту А. Ну и по окончании все, собственно. Ну тут дело в том, что даже ничего не надо делать. Шахту А. Шахту А меняет сам массив по ссылке. А является ссылкой на тот же самый массив, поэтому будет изменен тот самый массив, который передел. Если вам лень реализовывать вот эту функцию, вы хотите ее сюда, прямо на месте сделать, тот самый тривиальный способ это сделать, который не ухудшит асимптотику. Не ухудшит ни капельки. Вот. То возможность написать вот такую простейшую функцию из-сортед, из-сортед, значит, которая говорит, return, return А равно-равно, списки можно сравнивать, да, это довольно долгая операция, сейчас не важно, я перенесу строчку А равно-равно, сортид А. Скорость выполнения стандартной сортировки не сопоставима. В чем проблема? Проблема даже не в длительности проверки, а в том, сколько, собственно, нужно перетрячивать. Итак, давайте попробуем оценить. Допустим, у меня массив А, да, или А, у меня равен 2. Ну, тут все просто. Множество возможных перестановок элементов у него, да, всего лишь 2. 1, 2 и 2, 1. Да? Ну, соответственно, я когда обнаружил? Ну, максимум на второй перестановке. Да? То есть у меня при n равно 2, у меня операции n операции 2. А? А? А может оставить а? Еще раз! Вот можно еще четко? А? А может оставить а? А? Ну, это отдельный вопрос, и не суть важная. Не, ну, если это так, то... Ну, если он случайно один раз оставит, то, как бы, ничего страшного. Ну, если случайно, если она вторая, то и вероятность. А? Если она вторая, то и вероятность. Ну, это псевдослучайная последовательность, она не будет бесконечно, случайно оставлять его на месте. Ну, точно. С его недостаточной случайностью есть отдельная проблема. Сейчас мы тоже с ней столкнемся. Допустим, у нас массив стал длиннее. Сколько у меня... Давайте комбинаторику вспоминаю. Сколько у меня вариантов? 6. В первую позицию любой из 3, да, ставим число во вторую. Одно из 2, и сюда уже из 6. Массив длины 4. Что у нас в первую позицию любой из 4? Ну, в общем, понятно. Да? Что у нас получается? 24. 24. То есть 4 факториала. 5. Соответственно, у меня... 120. 120, да? Ну, и так далее. У меня для какого-то там n, количество операций n факториал. Это... У меня то, что n факториал умножается еще на n, не волнует. Да и функция сорта работает так быстро, что как бы это на асимптотике не скажется. Это асимптотика O от 5 факториалов. Если вдруг алгоритм таков, что этой асимптотике задача такова, что не существует алгоритма, который работает быстрее, чем вот этот реаль, то это называется NP-сложный алгоритм. Такие задачи существуют, мы еще обсудим в проекте. Но, конечно, для сортировки можно сортировать быстрее. И давайте разберем один из нормальных алгоритмов сортировки, который называется сортировка вставки. Итак, в начале пояснения, потом алгоритм. Загодовок сортировка вставки. Первое. Я буду постепенно расширять отсортированную часть массива. Списка. Сортировать буду в нем же самом. Соответственно, передо мной стоит второй солдат. Мне надо быстро идти к порогу. Очень много есть способов. Давайте будем считать, что один солдат вполне себе отсортирован. Да? Это правда. Он стоит по росту. Сам в себе. Правда? Тогда моя задача, микрозадача, будет состоять в том, чтобы расширить область отсортированности. Каким образом? Я скажу так. Я хочу вот этого вот тоже добавить туда, но чтобы у меня не потерялась отсортированность вот этого участка. понятно? Хочу, чтобы он встал и все равно все стояли по росту. Потом беру следующего и опять вставляю в положенное место. Да? То есть этого я куда? Должен вставить ну фактически перед вот этим, а этого взглянуть вот сюда. Хорошо. Поменяли их местами. Сейчас увидите, как это произойдет дальше. Поменьше, повыше. Да? Этот встает, он, собственно, оказывается, что он на своем месте. Так, ну давайте я сейчас какого-нибудь какого-нибудь посерединочки делаю рост. И вот тут вот я беру человечка. Да? Дальше мне надо найти, куда его вставлять. Но сейчас не будем или, скажем так, заметим, что как раз хорошо бы здесь воспользоваться нашей функцией upper bound, которая уже готова. Она нам как раз покажет, куда вставлять. И еще и быстро это сделает. Достаточно. Но сейчас будем считать, что тривиально. Я бегу и ищу первого, который меньше. Да? Или, если я такого не найду, то левую граниту. В этом случае я что? Я нахожу позицию, в которую требуется вставить. Да? Дальше я что делаю? Его сохраняю во временную переменную. Вот этих всех я передвигаю методом сдвига в массиве. А и плюс первое равно аиды. И это место освободилось, я кладу туда этого человечка. Ясно? То есть вот то, что самое циклический сдвиг фактически. Только не во всем массиве, а в кусочках. Ясно? То есть перед тем, как делать этот кусочечный циклический сдвиг, надо вычислить куда. Но это зависит от вот этой длины. Соответственно, сколько у меня возникает операций? на вставку одного элемента у меня возникает самое худшее, когда он все время в начало встает, приходится все равно всех двигать, в следующем начало всех двигать. Соответственно, и операция, где и это номер человечка. Соответственно, у меня возникает что? На второго человечка одна операция, на третьего человечка две операции, минус одна. Первый это так, отсортировано, на второго один сдвиг. 1 плюс 2 плюс 3 плюс и так далее плюс n минус 1 плюс n минус 1 да? Это что? Это сумма репетическая прогрессия. Она очень легко вычисляется, каким образом это будет 1 плюс n минус 1 разделить на 2 умножить на n минус 1. Ну, то есть, чему равна это количество операций фактически, да? Равно n квадрат минус n да, ну и все это с коэффициентом 1 вторая. Ну, вот этот минус n можно им пренебречь пополам. Вот это вот, это численный коэффициент, я могу сказать, что? Что? Скорость этого алгоритма пропорциональна n квадрату операции. Отсортировать массив быстрее, чем за n квадрат можно. Ну, сложно. Мы об этом будем еще говорить, как именно, но вот эта сортировка ну на порядок отличается от вот этой. То есть, например, 5, а у нас 25, но самое главное то, что дальше 10, ну 100 операций, но не 10 факториал. Ну, это классическая сортировка, сортировка вставками. Давайте я вам запишу ее алгоритмом. так. Так. я ее назову insertion sort для этого мне надо что делать? расширять собственно эту область. Я буду расширять, индексы начинаются с нуля, поэтому я начну вставлять с первого человечка. Поэтому не удивляйтесь, for i in range начинается с одного уровня, оно и пропускает. С одного. И последний человечек, которого я вставлю, len а-1, но поскольку range мне его и так не дает, поэтому я пишу len а, понимая, что i примет значение последнего элемента. Итак, теперь осталось что сделать? Сохранить этот элемент, который я сейчас буду вставлять, потому что его надо изъять. Я его сейчас буду вставлять, будет сдвиг происходить, и он сохранит. Поэтому я его сохраню в, например, new элем. New элем, в смысле, это новый добавляемый уже упорядоченный часть массива. Это вот, ой, прошу прощения, создвигал. new элем равно а-i. Теперь осталось только найти, куда его вставлять. Итак, сейчас реализуем тривиальный поиск вайл. Пока у нас вначале нужна область поиска. Я начинаю искать с g равного и-1, то есть левее, чем вставляемый элемент. И что мы делаем? Пока а-а, ну, во-первых, пока этот g еще больше или равен нуля, то есть в принципе разумный элемент, и можно спрашивать про его значение. И при этом m-2 а-ж у нас больше, чем ю или это значит, что позиция моего человечка левее, значит нужно g уменьшить. Правильно? а-элемент как раз можно сдвинуть. Да? Понятно? То есть человечка значит так не сюда вставляем, так тебя сдвигаем, а собственно g уменьшаем. Поэтому что мы делаем? а- g плюс первый равно а-ж ты да, это собственно сдвиг. И второе это собственно g надо уменьшить. g минус равно 1. Значит позиция куда вставлять нею или в левее. И собственно вот в итоге этого вот сдвига я остановлюсь либо что я сдвинул всех все оказались больше чем этот вставляем сейчас я сам малюску нашел да? Либо я остановился когда а-житый уже оказался не больше меньше либо равен чем ее лев то есть я его вставлю либо к равному рядышком либо я его вставляю на позицию а-житый указывает на человечка сейчас секундочку больше либо равному ля g махнул и если он на минус 1 а-житый позицию либо g указывает на человечка у которого а-житый меньше чем не в житую позицию тот человек маленький должен остаться на месте а следующую заднюю кладем блок а-жи плюс первую позицию а-жи плюс первой равно ее левую все но return отсюда не нужен потому что опять же я меняю сам список по ссылке которая передана мне внутрь функции поэтому изменится insertion sort изменит сам список как есть вот так последние вещи которые нужно вам сказать в принципе все если коротко давайте вопросы если есть по сортировкам по синтотике тогда все давайте завершим на сегодня спасибо вам большое спасибо 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 Спасибо.